Обещанного, говорят, три года ждут. Это вполне про наш Красноярск. Мост Черескачев, который соединяет два кольца на Брянской и Калинина, подрядчик и городские власти обещали открыть сегодня. Накануне об этом рассказали все информагентства. Однако чудо не произошло. Переправа не готова. Наталья Истомина сегодня вместе с чиновниками побывала на объекте. Им говорит, лучше не загадывать, когда его откроют. Если организация заходит на объект, объект значимый, в городе Красноярске, капитальный ремонт моста, значимый. Соответственно, нужно рассчитывать на свои силы. Поэтому вот это то, что сейчас вам сказано, это не принимается. То, что вчера рабочее совещание было, вы сказали, это сделайте. Не сделали. Чиновники сегодня очень раздраженные. Еще бы, буквально накануне подрядчик уверял их, во вторник утром движение по мосту Черескачу будет открыто. Об этом даже рассказали все СМИ. Каково же было удивление, когда в 7 утра чиновники и журналисты застали здесь технику. Сейчас мост не готов к открытию. Он вечером будет готов. Я сейчас уже не знаю, будет готов или не будет готов. Я еще раз говорю о том, что пока условия контракта не соблюдается, и сейчас мы будем думать, какие меры принимать. Представители компании Сибмост, именно она ведет здесь работу и всю вину перекладывают на своих партнеров, которые вовремя не предоставили металл для моста. Из-за этого сроки и сдвинулись. На самом деле здесь осталось не так уж и много работ. По сути, нужно доделать подходы к мосту и заасфальтировать дорожку для пешеходов. Но получится ли завершить это в ближайшее время, сказать очень сложно, поскольку очень много будет зависеть от погоды. А она, по уточненному прогнозу, до конца недели будет дождливой. Однако представители подрядчика, как и накануне, продолжают настаивать. Мост вот-вот доделают. Когда поедем по новому мосту? Я думаю, завтра поедете. Мост закрыли в начале марта. Тогда же начались работы. По договору завершить капитальный ремонт переправы подрядчику нужно было еще 1 сентября. И теперь за каждый день просрочки бизнесмены должны будут заплатить неустойку. Чиновники говорят, она составляет одну десятую от суммы контракта. Получается примерно 13,5 миллионов только за одни сутки. Правда, не исключено, что сторонам придется решать эти вопросы в суде.